Заключительное в текущем году заседание Президиума Верховного Совета оказалось богатым на социальные законопроекты. В частности, руководители парламентских комитетов и комиссий одобрили поправки в закон о социальном обслуживании граждан. Дополнение расширяет перечень услуг по линии Министерства труда. У нас в законе обозначены 36 позиций, которым должны оказывать услуги гражданам, которые находятся на домом обслуживании. И там, допустим, есть такая позиция, как толка печень. Она есть. Она оказывается, может оказываться платной, бесплатной, но перечень есть. Но нет, допустим, такой позиции, как толка дров, складирование дров. Закон такое право нам дает, что дополнительные услуги, которые нет в перечень бесплатных услуг, которые мы предоставляем этой категории, но по письменному их согласию и заявлению, можем эти оказывать услуги, заплату и так далее. Например, вот с дровами. Там, допустим, 10 кубометров дров мы должны там инвалидовать, условно, кому-то там доставить. А их, ну, доставили, свалили и уехали. Их надо сложить, их надо куда-то там складировать. И, по крайней мере, ну, а это дополнительные расходы, которые требуют. Они, может, скажут, им надо занести куда-то, на веранду там или в дом, или еще куда-то. Вот они не такие уже великие эти услуги, но, по крайней мере, там даже что-то написать, опорами заполнить и так далее. По мнению авторов проекта, расширение перечня повышает качество и эффективность предоставления услуг тем, кто в них нуждается. Подводя итоги общей работы депутатского корпуса в текущем году, Владимир Штыгашев поблагодарил парламентариев за работу. В 2015 году мы приняли с вами 126 законов. При этом из них 67 были внесены главой республики, председателем правительства, Виктором Михайловичем Зиминым, правительством. 50 депутатов Верховного Совета, 4 внесены прокурором республики Хакасии, мы тоже это считаем позитивным. Контрольно-счетная палата, избирательная комиссия, советами депутатов ряда районов, в частности Бейского и Ширинского. Мы приняли законы, исходя из ситуации, особенно в отношении изменений, возникли проблемы с реализацией этих законов у нас в Хакасии и изменениям федерального законодательства, которые, по сути дела, подтолкнули нас. В том числе мы ряд изменений в законах, по-моему, в 11 или в 10 законах внесли по инициативе прокуратуры. Вот сегодня здесь спасибо. Но они не в форме протеста были оформлены, а в форме предложений, поскольку они тоже анализировали ситуацию, которые позволили нам привести наши законы, действующие в соответствии с требованиями и с одной стороны федерального законодательства, но и с логикой развития и правоприменения у нас на территории республики этих законов. Так что мы благодарны всем участникам процесса этого, и нам действительно удалось обеспечить, выполнить план законопроектной работы в 2015 году. Сейчас мы завершаем уже подготовку плана законопроектных работ. Ну, идет, собственно, у нас уже подготовлен, идет доработка, совершенствование, и я думаю, что мы его примем. Я хотел бы сказать, что мы все ответили обществом на вызов, который нам бросила, с одной стороны, стихия, возможно, в чем-то и разгильдяйство, неподготовленность наша, это пожары весной 12 апреля этого года. Действительно, это испытание было для всей нашей системы, для экономики Хакасии. Но я сегодня хочу здесь еще раз огромную благодарность президенту страны, правительству Российской Федерации, за огромную помощь, которая нам была оказана. Пожалуй, наиболее существенный закон, принятый на сессии парламента, это закон о бюджете Хакасии. По признанию властей, финансовый документ создавался в сложных экономических условиях, но все же остался социально ориентированным. Подавляющее количество программ остаются в работе, плюс к этому в третьем чтении принято несколько десятков поправок от Верховного Совета, касающихся поддержки самых разных слоев общества, будь то фермеры, молодежь или сироты. Так или иначе, бюджет принят с 5-процентным дефицитом. Комментируя принятый документ, депутаты отметили, что сейчас Хакасия переживает не лучшие времена. Вы все знаете, закрытие предприятий, вершина Теи, сейчас Абазана подходит. Поэтому мы считаем, что год мы прожили, ну, как бы проще сказать, своими словами, посредненькому, да, увеличилась опять долговая нагрузка. Конечно, есть хорошая тенденция замены коммерческих кредитов на государственные, но это все равно кредиты. Когда государство нам же дает наши же деньги, опять же, нам же в кредит, как бы вот эта ситуация нам, конечно, непонятна. Мы считаем, что всю задолженность, которую накопила республика, все-таки наши правительства должны упростить, как всем субъектам Российской Федерации. И начинать действительно создавать бюджеты будущего, создавать новые рабочие места. А вот основы критерий. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас это в этом плане большое проседание. Я хотел бы сказать, что образовались там некоторые задолженности, образовались задолженности по зарплате, образовались задолженности по электричеству, отмечения было электричеством. Но вот сегодня я начался, я задал Семену Юрьевичу этот вопрос о том, какие эти трудности были, будут ли они погашены до Нового года. Семен Юрьевич четко и ясно сказал, что с теми деньгами, которые пришли к нам в федеральные бюджеты, и сегодня мы их приняли, мы их сегодня приняли для того, чтобы погасить все, что на этом году у нас образовалось. Потому что этот год действительно был трудный. Разрушительные апрельские пожары также внесли свои коррективы в жизнь республики. Тысячи жителей в один момент лишились имущества и жилья. Федеральные власти практически сразу после случившегося приняли решение выделить Хакасии 3 миллиарда рублей на восстановление. За несколько месяцев республика буквально восстала из пепла. Стоит отметить, что помощь в восстановлении оказали разные регионы страны. На минувшей сессии в рамках правительственного часа министры отчитались, стройка в Хакасии завершена. Работа проделана просто колоссально. И сегодня четыре руководителя, четырех ведомств дали информацию, подробную информацию о том, какая работа была выполнена, какая помощь оказана людям, кто участвовал в этой работе, кто является спонсором. Информация достаточно, но многому более часа этой теме посвятили. И хочу сказать, выводы однозначны, что работа действительно сделана очень большая. И в пользу случаем я бы, конечно, хотел поблагодарить абсолютно всех, кто принимал в этой работе участие, кто помогал, кто явился спонсором. Это и учреждения, и малый, и средний бизнес, это государственные учреждения, это наши соседи края и республики, и области. Все помогали. Это признак того, что наше государство, как таковое здоровое, в случае где-то возникает проблема, все дружно помогают. Это очень хороший признак. Ну а дальше мы в процессе вот этого сегодняшнего разговора определили еще конкретные задачи на перспективу, на ближайшее время. Сегодня работа еще не завершается, не закончена. Ее нужно продолжать. Нужно решить те проблемы, которые сегодня, их достаточно много, может, не столь значительных и больших, но они есть. Нужно решать проблему каждого человека, кто заселился, не заселился. Нужно показать помощь в оформлении документов на землю, на строение, причем оформление и постановка на кадастры учет, так и оформление в собственность. Там, где в собственность люди не пожелают оформить, нужно оформлять арендные отношения. Вот такая колоссальная работа еще предстоит, и мы договорились, что темпы этой работы не будут снижены. Верховный совет, депутатский корпус в этом 2015 году непростым для республики Хакасии. Вы знаете, что у нас и чрезвычайное положение было, но при серьезной поддержке со стороны федерального центра, конечно, вышли из этого положения. У меня отдельные штрихи есть, которые, я думаю, что не от того, что мы не хотели, не от того, что строители не хотели, а от того, что не были правоустанавливающих документов и решений судов, а это минимум месяц-полтора. И поэтому я думаю, что эти вопросы к Новому году все-таки прорешаются. В целом, законодательные процессы у нас в республике в соответствии с планом, который мы работали и принимали, они касаются всех сфер деятельности, начиная от принятия основного закона принятия бюджета и заканчивая многими и конституционными законами, и законы, которые комитеты вносят. Поэтому я думаю, что мы справились, поэтому хотелось просто пожелать всем с наступающим праздником, хотелось, чтобы Новый год был на самом деле благоприятным.